Так, доклад называется «Немного о WebAssembly» и я рад, что действительно это немного сейчас, потому что еще года полтора-два назад про него вообще можно было мало чего сказать и тот объем материала, который я в этом докладе освещу, это было бы, наверное, практически все, что можно было бы сказать о WebAssembly, о том, что он существует. Большая проблема возникает у людей с пониманием вообще, что такое WebAssembly. WebAssembly – это по пунктам эффективный низкоуровневый байт-код. Байт-код, похожий на то, что такой же байт-код, как в Java, низкоуровневый – это значит, что он приближен по набору инструкций к железу, а эффективный – это мечта авторов о том, как он должен быстро работать и запускаться. И по современным тестам, которые проводят, он дает просадку эффективности относительно нативного кода, где-то на 20%. То есть это не так уж и много. Дальше. Выполняется он в отдельной виртуальной машине. В действительно отдельной и виртуальной машине. Предположительно, по задумке авторов, он проектировался под JIT-компиляцию. Поясню вкратце. Just-in-time компиляция – это существенное совершенствование идеи интерпретации кода. В случае интерпретации кода основная программа интерпретатор считывает инструкцию за инструкцией и каким-то образом ее выполняет. В случае с JIT-компиляцией инструкции считываются, вернее даже не столько инструкции, сколько целые блоки инструкций. Они компилируются в нативный код, размещаются в памяти и выполняются процессором напрямую. И что является необычным, собственно, что отличает байт-код WebAssembly от остальных байт-кодов, это то, что байт-код WebAssembly является бинарным представлением абстрактного синтаксического дерева. Те, кто, я думаю, все знают, что такое абстрактное синтаксическое дерево. Не нужно это объяснить. В то время как большинство других байт-кодов больше похоже на самый настоящий Assembler, т.е. это просто список инструкций последовательных, без блоков, без вложенности, без прикола, в общем. Дальше. Что такое WebAssembly с точки зрения теории и истории происхождения? Идеологически это наследник ASMGS или AsmGS, AssemblerGS. Это был изначально продукт компании Mozilla. Точнее даже так, не столько продукт, сколько проект. Потому что отдельным продуктом он, конечно, стал, но особой популярности не обрел. Хотя тут можно двуяко говорить. В некоторых сферах он себя очень хорошо проявил. AssemblerGS это было статически типизированное подмножество JavaScript, которое записывалось определенным образом. То есть имело определенный вид записи. И именно эта запись позволяла компилировать этот JavaScript, так как он был статически типизированный, в нативный код. Который исполнялся, в принципе, плюс-минус на такой же скорости, на которой сейчас выполняется WebAssembly. Технически же это больше наследник вот этого непроизносимого проекта. Назовем его Pinnacle или Natri-Hlor. Это продукт компании Chrome, который позволял запускать нативные приложения внутри песочницы, внутри браузера. Технология не очень прижилась. По непонятным причинам. Вроде бы и Google за нее взялся. Вроде бы и... Ну, как-то у них с Chrome получилось, причем очень быстро. А вот с этим не получилось. То есть, получается, идея Asm.js, то есть мы быстрее выполняем JavaScript или, скажем так, быстрее выполняем узкие места кода. И технически это все-таки отдельная среда выполнения. То есть не нужно думать, что WebAssembly это часть виртуальной машины JavaScript. Это отдельная виртуальная машина, которая сотрудничает с виртуальной машиной JavaScript. Это мы дальше разберем немного. Предпосылки появления. В каком-то там дремучем году. Ну, сейчас так кажется, что в дремучем. На самом-то деле это было совсем недавно. Появился Gmail. И Gmail, как это ни странно, но почему-то его называют вехой в развитии веб-приложений. Он показал совсем другую сторону того, каким может быть веб. И началось. Если для задач Gmail возможностей и скорости выполнения JavaScript было вполне достаточно, то для тех приложений, которые были разработаны после него, уже нет. Напомню, что были попытки реализовывать полноценные графические редакторы, даже редакторы видео. Если кто работал с YouTube, я имею в виду, заливал ролики. Ты работал с YouTube, заливал ролики. Да. Вот. И у них есть видеоредактор. Был. Потому что то, что сейчас осталось от видеоредактора, это как бы не совсем то, что было. Ага. По серединке можно монтировать. Да, монтировать. Да. То есть сейчас они эти все функции убрали, оставили размытие два вида, и они оставили обрезать спереди и сзади. Все. Здорово. Улучшили. 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 Да. Так вот. Перестало хватать, и подтянулись те технологии, которыми пробовали ускорять узкие места в приложении. Кто-то не согласится, что Java-оплеты для этого использовались, так как они появились раньше гораздо. Да. Но их не упомянуть было бы нельзя. Все-таки это отдельно, это целая веха интернета и веба. Куда мы без Java-оплетов? Это ж красота. Каунтеры эти первые на сайтах. Здорово. Здорово и прикольно. Потом появился Flash. Microsoft решили исправить фатальный недостаток Flash, а изобрели Silverlight. И все это пробовало как-то работать в браузере. А потом пришел Джобс. Джобс, можно сказать, в принципе, он собственноручно похоронил Flash. Он представил очень популярную платформу в виде iPhone и iPad и сказал, что мы ни в коем случае не будем поддерживать Flash. На этом эпоха Flash, в общем-то, была закончена. И я когда услышал такой тезис от кого-то из докладчиков, еще в те времена, когда только iPhone вышел и на нем не было Flash. Они сказали, ну все, мол, типа, Flash у кранты. Я думаю, да, я согласен. Flash у... Джейн с детской наивностью считает, что Flash была хорошая технология. Первые сайты на ней разрабатывали даже очень крутые. В общем, это очень убогая технология. Тех, кто с ней не имел... Не имел... Готовили мы ее прекрасно. Там была классная адаптация ECMAScript. Это тот же стандарт, который лежит в основе JavaScript. Он был статически типизированный. И это был действительно классный крутой скриптовый язык. И почему-то вот мне еще нравится, такая двойственность была в то время. ActionScript классный, JavaScript нет. Как так? Почему так получилось? Я понять не могу. Это практически одинаковые языки. Но... ну... Жизнь такая. Ой, что-то я быстро перескочил. Да нет, все нормально. Да, теперь немножечко так углубимся. Как же, собственно, получить в Assembly модуль. То есть файлик с расширением WASM. В случае, если вы работаете с C и C++, то вы погружаете исходный код в mscripten. mscripten это... фронт... нет, это backend компилятора для LLVM. Он выплевывает ASM.js. Выплюнутый ASM.js мы сканериваем Binarian, еще одна утилита. И он его переводит уже в WebAssembly. Сейчас mscripten умеет напрямую выплевывать WebAssembly. Но он под капотом, по-моему, все-таки до сих пор использует Binarian. Еще тут надо оговориться, что mscripten-то на теперешний момент самый развитый инструмент для генерации WebAssembly. Потому что он еще и переводит WebGL, OpenGL вызовы в WebGL вызовы. В общем, он максимально позволяет по минимуму заморачиваться в случае переноса, допустим, 3D-игрушек. Это получилось прикольно и неожиданно быстро. По словам самого представителя Mozilla, есть доклад где-то, я думаю, вы без труда его сможете найти, где Mozilla говорят о том, как они... Это еще было во времена ASM.js. Они просто пришли в офис компании Unreal, которая делает Unreal Tournament, и быстренько за неделю наклепали все, что нужно для того, чтобы переместить движок Unreal Engine в браузер. У них получилось, они запустили. Буквально, помните, то ли через неделю, то ли через две, у них был работающий пример, если вы его видели, там, где можно по такому маленькому городишку перемещаться с помощью камеры. Вообще, конечно, у ребят поразительная трудоспособность. Я восхищаюсь ими. Дальше, если... Дальше языки более экзотичные, более современные. Rust нативно поддерживает компиляцию WebAssembly. И язык Go, он, я думаю, более известен. Он тоже поддерживает это все нативно и даже немножко лучше, чем Rust. Вернее, не то чтобы лучше, а он дает результат, который более готов для использования. Чуть больше готов, чем Rust. Поехали дальше. Итак, виртуальная машина. Ага, ясно. Итак, одна из виртуальных машин, это виртуальная машина JavaScript. Другая виртуальная машина, которая представлена, этот очень условный, очень хай-левельный взгляд. Это виртуальная машина WebAssembly. Как бы... Смотрим. Такой слайд есть практически в каждой презентации по WebAssembly. Не знаю почему, но я тоже решил вставить, поддержать эту великую традицию. Значит, в чем разница? У виртуальной машины WebAssembly меньше составных частей и сами эти части проще. Поэтому логично будет предположить, что в WebAssembly виртуальная машина будет работать надежнее, быстрее и будет проще переноситься на другие платформы. В этом огромный плюс и на этом можно не останавливаться. В случае с виртуальной машиной JavaScript, у нее гораздо больше составных частей. Особенно то, что касается V8. Движок V8 на теперешний момент официально признан. Не помню, где официальное свидетельство. Надо будет ссылочку потом предоставить. Она является самой сложной и самой совершенно виртуальной машиной, которая только есть. Так что нам в мире веба можно есть чем гордиться. У нас самая крутая виртуальная машина из всех, которая существует. Причины появления WebAssembly именно как причины, не предпосылки, а именно уже причины. Ну прежде всего производительность узких мест. То есть некоторые вещи на JavaScript выполняются непозволительно медленно. В основном это касается обработки больших массивов бинарных данных. Хотя с появлением типизированных массивов, и все больше и больше оптимизации движков, это на самом деле не выглядит уже настолько серьезной проблемой. Во-вторых, Asm.js при всей силе этой технологии, как по мне, он выглядел все-таки несерьезно. Особенно, давайте я вам лучше покажу. Так, найти бы какой-нибудь примерчик какого-нибудь ужаса на Asm.js. Так, так, так. Продолжение следует... 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 WebGL это движок, это 3D-движок, то есть на самом деле это API для взаимодействия с графической карточкой, то есть это выполняется еще быстрее, чем WebAssembly, для нас, я думаю, такого упрощенного понимания будет достаточно. Так вот, я нашел реализации практически всего того, что я мог себе представить, реализованного на WebAssembly, я наткнулся на эту статью, статья звучит так, WebGL для дизайнеров, думаю, ничего себе, для меня это обычно не очень сопоставимые вещи, как это дизайнер и WebGL, как-то очень странно. Захожу, и там парень, веб-дизайнер, на полном серьезе реализует такой художественный эффект для картинки на WebGL с помощью шейдера, и он работает быстро, надежно, эффективно, красиво, и в WebGL в браузере чуть дольше, чем в WebAssembly, то есть и поддержка больше. И кода написанного для OpenGL, который требует небольшой обработки напильником для того, чтобы встать в WebGL, работать в WebGL, его просто тонны. На эту тему я решил забить после этого, вернулся к нейронным сетям, думаю, так, ну раз уже такой финт ушами прокатил, думаю, пойду-ка я посмотрю, а что есть из нейросетей на WebGL. И нашел. Тензорфлоу, реализация на JavaScript, ускоренная в WebGL. Ну класс, думаю, что же еще найду. Про блокчейн я особо не искал, и пока я не особо искал, я не особо что-то и нашел интересного. Ну да, действительно можно реализовать хорошие алгоритмы хеширования, зато нашел интересный доклад о шифровании, очень советую с ним ознакомиться. Парень рассказывает о реализации алгоритма шифрования, который будет не по зубам квантовому компьютеру, скажем так. Все знают, что квантовые компьютеры работают очень быстро, но не все знают, что они подходят только для узкого класса задач математических. И не все, то есть он не способен на все то же самое, что и ваш компьютер обыкновенный, полупроводниковый. Но зато он способен на такие вещи, на которые ваш компьютер не способен. Их зоны пересечения, на самом деле, довольно небольшие по возможностям. Поэтому я очень советую посмотреть этот доклад, он очень интересный. И самое трагичное для меня здесь пункт, и я очень его опасаюсь, я думаю, после того, как я вам объясню, почему, вы начнете опасаться вместе со мной. Переиспользование огромного количества кода на C и C++. Действительно, с одной стороны, это выглядит как большой плюс. Мы можем быстренько вжух и перенести какую-нибудь библиотеку, или там после минимальной обработки напильником, переносим ее в веб. Здорово. А почему не реализовать ее, например, на Rust? Rust язык замечательный, чудесный. Я бы сказал, для меня это лучшее, что произошло со времен Лиспа. Это действительно идеологическая подвижка вперед для языков программирования. Очень всем советую ознакомиться. В Rust используется модель управления памятью, при которой у нас нет сборщика мусора, но мы нигде явно не указываем, где чего создать и где чего удалить. Используется соглашение, так называемое borrow checking, заем данных и идея владения и заема данных. Ну, в общем, лучше поинтересуйтесь. Я так хорошо не объясню, я сам только учу эту штуку. Но по мне так это лучшее, что происходило. Да, у него немного синтаксис попахивает C++. Я бы даже сказал так, хорошо воняет. Но он все равно значительно лучше, чем C++. Так. Собственно, как это все дело работает вместе? Сначала на хай-левеле, и в дальнейшем будут небольшие примеры того, как это происходит уже в коде. Виртуальная машина WebAssembly запущена поверх операционной системы, нагло, или же в браузере, это не так важно. Дальше у нас идет и внутри язык программирования. В нашем случае это WebAssembly ByteCode. API. API это библиотеки, которые доступны в рантайме, и у которых есть интерфейс взаимодействия, собственно, из кода в WebAssembly. И уже эти API нам обеспечивают доступ к железу, доступ к другим виртуальным машинам, к тому же JavaScript и тому подобное. В общем, схемка вышла какая-то очень сумбурная, но тогда, когда я ее делал, она мне казалась очень логичной. Простите. Да, кстати, не надо забывать, что ваша операционная система может быть запущена внутри другой виртуальной машины. А там может быть в классе и тоже в виртуальных... Ну, в общем, вы понимаете, куда мы двигаемся. Скоро в браузере мы будем запускать виртуальную машину, в ней запускать операционную систему. И, возможно, нам в той операционной системе тоже понадобится браузер. Все двигается в эту сторону. Юмористический раздел мой любимый. Небольшая разрядочка перед кодом. Пока я рылся в поисках материала, я наткнулся на некоторые комментарии, которые я просто не мог обойти стороной. Они должны быть показаны. Здесь не будет комментариев, где люди спрашивали о чем-то, чего не знали. Нет, тут будут только комментарии людей, которые утверждали что-то, о чем они вообще не знают. Итак, в рамках проекта Nebulae развивается микроядро для запуска WebAssembly. Что это обозначает? Это обозначает запуск WebAssembly на железе. Как бы ничего особо страшного здесь нет. Потому что WebAssembly это формат байт-кода. Экзефайл, у которого внутри прячется PE, Portable Executable, это точно такой же формат, просто не байт-кода, а нативного кода. И он тоже не может наголо выполняться на железе. В смысле, прямо файлик, нельзя скромить процессор и все будет хорошо. Нет, он имеет определенные секции, которые разбираются в случае Windows операционной системы, но в нормальных операционных системах этим занимается отдельная какая-то служба. То есть она разбирает этот файлик, скармливает процессору, или создает область в памяти, куда помещает этот код, рассовывает секции туда, куда нужно, переразмечает ссылки. И что же пишет нам этот парень? Значит, он почему-то считает, что уровни защиты процессора будут игнорироваться. Это неправда, они так и остаются. Что мешает коду, написанному на WebAssembly, точно так же обращаться с процессором, как и любому другому коду. Или же в виртуальной машине, в которой будет внутри выполняться WebAssembly, что ей будет мешать пользоваться уровнями защиты процессора. В общем, этот человек явно не понимает, как работает в принципе операционная система, которая установлена у него на компьютере. Она работает точно так же. Это ядро операционной системы загружается в нулевом кольце защиты, прямо на головном процессоре, и имеет доступ к абсолютно любому железу. Да, есть, конечно, часть операционной системы, которая запускается в других кольцах защиты. И, собственно, юзерспейс, то, что называется юзерспейс, он запускается уже, конечно, с ограниченными правами. Но кто эти права ограничивает? И как эти права ограничены? Кто в этом разбирался? Явно не этот парень. А права ограничиваются, собственно, самой операционной системой. А как же она это делает? Она это делает посредством реализации прерываний и системных вызовов. На этом все. И следующее. Тоже очень интересная новость. Очень интересный проект. Запуск WebAssembly Runtime как модуля ядра Linux. То есть, как бы, классная штука. У вас интерпретатор. Можно представить, что у вас, допустим, Python реализован в виде модуля ядра. Что это дает? Это дает снижение затрат на вызов системных вызовов. То есть, не нужно переключать контекст из юзерспейс в кернелспейс. И наоборот. Так как в виртуальных машинах и так реализованы механизмы безопасности, которые, если в них найдутся дыры, они точно так же могут эксплуатироваться и приводить к отказу системы, то абсолютно не важно, где система откажет. В кернелспейс или в юзерспейс. Потому что она все равно откажет. Небольшая разница есть в плане доступа к данным. Но разница, на самом деле, не такая уж большая. Потому что уязвимости в виртуальной машине, которая есть при всех механизмах безопасности, и которая запущена в юзерспейс, можно спровоцировать через эту уязвимость, чтобы виртуальная машина сделала системный вызов к ядру и сделала все, что нам там, все, что злоумышленнику нужно. Если такая опасность есть, то если такая дыра в безопасности есть, ну что тут поделаешь. Никакой процессор с его механизмами защиты не защитит. Особенно Intel. Если кто не в курсе, недавно обнаружились большие проблемы в плане безопасности у процессоров Intel, назвали эти уязвимости спектр и мелдаун. И дело в том, что это не то чтобы... Это уязвимость в логике работы самих механизмов механизмов сейчас вспомню, спекулятивного исполнения команд. И это заложено на уровне архитектуры процессора и не может быть изменено ни микрокодом, ничем другим. Поэтому то, что делают сейчас вендоры и оборудование, и софта, они просто закрывают векторы атак вектор атаки это способ эксплуатировать уязвимость. То есть просто стараются обезопасить свои собственные приложения, для того, чтобы через это приложение нельзя было спровоцировать мелдаун, например. Так. Вот еще один парень, который сильно беспокоится о безопасности, о том, что запуск в WebAssembly приложений на уровне ядра позволит избавиться от накладных расходов, а также от безопасности изоляции процессов и тому подобное. Я не понимаю, как это избавляет от изоляции процессов, потому что само ядро изолировано от процессов. Оно может ими управлять, но большая часть ядра, ладно, не большая часть ядра, а какая-то часть ядра выполняется в том же юзерспейсе. Поэтому оно точно так же отделе, но в общем, все, что уязвимо, оно и так уязвимо. Нет смысла перестраховываться еще раз. Тем более, что как бы это так сформулировать? Уровень вашей безопасности ограничен уровнем безопасности слабейшего в плане безопасности элемента системы. В случае Windows это Windows. Итак, еще один комментарий, не понимаю, изначально васом это запуск UAD. Замечательный комментарий. Тут замечательно практически все. Не понимаю. Хорошее начало. Изначально васом это запуск CC++ в браузере. Нет. Для запуска CC++ в браузере нужна реализация интерпретатора или компилятора языков CC++ запущенных в браузере. В принципе, можно скомпилировать в WebAssembly компилятор CC++ и тогда уже запускать CC++ внутри браузера. Кстати, такие проекты уже есть. Энтузиасты не перестают нас удивлять. После ядра Linux запущенного в браузере я мало чему удивляюсь. Эта штука позволяет запускать вас без браузера и даже как модуль ядра. Зачем? Почему не запускать просто с компилингом и если надо, то как модуль ядра. Зачем вообще в WebAssembly зачем еще один формат? Почему не просто использовать нативный код? Потому что платформ очень много. Я думаю, это не требует слишком уж большого объяснения. Почему они хотят запустить именно Nginx скомпилированный в WebAssembly как модуль ядра? Ну, потому что у ребят развита фантазия и потому что Nginx имеет хорошую кодовую базу. Хорошую крепкую кодовую базу, по которой регулярно проводятся доклады. Там очень много решений, очень много и очень хорошо используется язык C, на котором все это дело написано. Ребята постарались. приступим к коду. Будем ломать глаза немного. Итак, бесполезный Hello World. Это пример программы, который есть практически в каждом докладе по WebAssembly и он не имеет никакой ценности. Абсолютно. потому что он не показывает самую главную проблему в WebAssembly. А главной проблемой является ограниченность в типах данных. WebAssembly в этом плане действительно очень близок к Assembler. Хотя если в Assembler как таковых типов нет, у вас есть кусок памяти определенного размера и воспринимать вы можете как угодно. Хотите как строку, хотите как число, хотите как что угодно. в принципе там инструкторов данных никаких нет. В инструктуре данных то, как вы с ними работаете определяет то, с чем вы работаете. В случае высокоуровневых языков то, с чем вы работаете определяет то, как вы с этим работаете. То есть если в высокоуровневом языке у вас есть определенная структура данных то вы с ним должны поступать определенным образом. Использовать определенный алгоритм. Допустим массивы связанный список. С массивом вы поступаете одним образом со связанным списком другим образом. Массивы в одном случае используете связанные списки вообще не используете. Ну или очень-очень редко. Так теперь разница в общем-то это одна и та же программа это может показаться странным но это одна и та же программа на языке Rust. Но в чем проблема? Дело в том, что Rust при компиляции этой программы запихивает во внутрь в основном модуля реализацию всей стандартной библиотеки. Да, именно stdlib он туда и запихивает. Так вот для того, чтобы он это дело не запихивал требуется код, который расположен в правой части экрана. Размеры модулей значит модуль, который без ухищрений написан то есть 4 строчки занимает почти 2 мегабайта с ухищениями это все дело занимает 101 байт. Мне 101 байт импонирует больше. Как-то так. Да, так вот насчет ограниченности веб-ассембле. В веб-ассембле есть всего 4 типа. 2 целочисленных и 2 с плавающей точкой. И 32 и 64 то есть интеджер 32 и интеджер 64 и флот 32 и флот 64 то есть f 32 и f 64 как бы небольшой набор, правда? Вот полезный Hello World его гораздо реже приводят и это уже код на языке go. Нет. вру соврал. Это тоже код на Rust. Там будет дальше код на Go. Здесь уже используется модуль и утилита, разработанная специально для работы с WASM в Rust. Называется она WASM Bindgen. Собственно, это WASM Binding Generator, то есть генератор связующего кода. Реализован он в виде набора макросов для языка Rust в утилите кода генераторе написанной на Rust, который запускается как утилита и генерирует вам еще один модуль на Rust и модуль на JavaScript. Вот собственно с правой стороны модуль на JavaScript который генерируется, а с левой стороны исходный модуль на Rust. Я не стал приводить весь модуль на JavaScript, но я думаю вы даже потому что здесь видно уже начинаете понимать что здесь происходит. Это связующий код который занимается преобразованием типов которые существуют внутри JavaScript в формат понятный для WebAssembly и даже не столько формат понятный для WebAssembly сколько он сериализует данные кладет их в память целым куском передает ссылку на эти данные в модуль на WebAssembly то есть вот эта ссылка и является параметром той функции которая экспортируется из WebAssembly эта функция принимает здесь реализует данные из памяти в структуры языка Rust и дальше вы уже с ними работаете как работали то есть вы либо это делаете руками либо вы это делаете с помощью Wasm Bingen я конечно рекомендую Wasm Bingen и кстати при его использовании размер модуля существенно худает что не может не радовать всего лишь 37 килобайт 38 и полтора килобайта JavaScript кода но это для этого маленького примера то есть чем больше типов вы будете использовать разнообразных тем больше будет расти и модуль на WebAssembly и модуль на JavaScript потому что туда будут добавляться методы обработки этих типов данных так как код который поддается трансляции в WebAssembly статически типизированный мы всегда знаем конечное количество типов которые мы можем пользоваться поэтому все они попадают в эти модули и нам не нужно прямо все типы которые только могут быть туда помещать перейдем к взаимодействию с JavaScript и с WebAssembly тут в принципе можно поговорить о каждой строчке но мы начнем с фетча с вызова функции фетч мы вызываем фетч и скачиваем прямо файл с расширением вас то есть бинарный файл мы прямо его скачиваем фетчем результат мы интерпретируем как array buffer и получаем типизированный array забитый бинарными данными этого модуля то есть просто его отображение в память дальше мы это все дело берем и скармливаем в метод instantiate объекта WebAssembly и передаем туда дополнительно еще объект импортов то есть это то чем сможет пользоваться WebAssembly модуль внутри то есть модуль WebAssembly может вызывать JavaScript функции JavaScript может выполнять функции которые экспортировал WebAssembly таким образом организуется взаимодействие двух средств исполнения то есть в случае с Asm.js все было прозрачно потому что Asm.js это точно тот же JS только чуть-чуть Asm в случае с WebAssembly это совершенно другой подход это отдельная виртуальная машина с которой нужно коммуницировать отдельно теперь можем вернуться к первым строчкам в первой строчке мы инициализируем память для модуля WebAssembly это странная штука и может быть непривычная для тех кто работал только с Web для тех кто немножко знаком с Assembler это все равно не знакомо потому что в Assembler мы получаем ту память которая есть в компьютере ее не нужно инициализировать здесь же мы создаем некий объект памяти то есть если вас интересует реализация то реализованная это это практически реализация страничной памяти то есть каждый раз когда мы требуем чуть-чуть больше памяти у Memory выделяется в памяти целая страница 64 килобайт окажется и мы к ней получаем доступ но мы получаем к ней адресация внутри этого всего внутри этой памяти является обыкновенной линейной то есть у нас допустим одна страница памяти может быть выделена где-то в начале памяти физической другая страница может быть в конце третья где-то посередине четвертая где-то ближе к первой но внутри адресация у нас сплошная линейная поэтому собственно память называется линейная вот мы точно так же как и функции которые мы передаем в джаваскриптовые функции которые мы передаем в вас модуль мы точно так же передаем и ссылку на эту память в вас модуль задача рантайма веб-ассембли и задача тех языков которые компилируются в веб-ассембли предоставить утилиты для работы с этой памятью с этим типом памяти в Rust это есть свой локатор для линейной памяти Go реализует свои какие-то заморочки с garbage collector то есть фактически Go помещает реализацию сборщика мусора прямо внутрь в вас модуля и частично естественно в джаваскрипт обертку вокруг этого модуля ну а дальше дальше просто то как мы используем результаты у нас приходит объект с полем instance это является instance этого веб-ассембли модуля инстансов может быть несколько они никак не будут пересекаться то есть чисто теоретически у вас может быть там допустим 10 воркеров 10 веб-воркеров а каждый из них подтянул по один и тот же модуль веб-ассембли у вас уже 10 инстансов и можно в параллель решать какие-то задачки такая многопроцессность на джаваскрипт как всегда с помощью костылей куда мы без них к сожалению устроен именно так хотя я все больше вижу некие изящные изгибы в этих костылях может быть я просто оправдываю да да это точно итак средства разработки для CC++ это mscripten плюс binarion для Rust это собственно компилятор Rust и wasmbingen для Go нативная поддержка созданием то что я написал то и есть assembly script амбициозная попытка компилировать под множество TypeScript я думаю для любителей TypeScript хорошая новость компилировать его прямо в WebAssembly тоже хорошо у вас получается весь проект можно написать на TypeScript красота есть очумелые ребята которые реализуют уже есть примеры на хаброхабре искать недолго поэтому я ссылки не оставлял реализация веб приложений полностью на Rust полностью на Go и у них все это прекрасно получается поэтому если кто-то хочет этим болеть пожалуйста как по мне JavaScript гораздо больше подходит для веба он вырос в нем я бы сказал JavaScript есть веб куда мы без него да и прямой доступ к API браузеру есть только у JavaScript в WebAssembly его нет только коммуникация через JavaScript но уже как вы понимаете уже есть библиотеки и для C и для C++ и для Rust и для Go которые делают обертки над API браузера и предоставляют эти API внутрь вашего WebAssembly модуля так что можете использовать и из Rust и из Go по мне так это то еще развлечение где искать информацию MDN если вы там еще не поселились селитесь вас в Викли хороший ресурс там не много информации которая в принципе хорошо осваивается за неделю они публикуют один issue в неделю Reddit сам только осваиваю в принципе качество информации хорошее на Хабре стабильно хорошее качество информации OpenNet я люблю их комментарии может быть там не будут прямо супер какой-то необходимой информации но иногда посидеть посмеяться замечательно Stack Overflow я думаю у вас у всех уже есть рефлекс на его использование доклад был капитанским я вам еще единственное что хочу показать прямо живой код чуть-чуточку буквально пока ты настраиваешь есть ловскими продуктами некоторые такая проблема могут очень могут запускать короче по дороге принимает решение больше не развивать некоторые свои да есть это шуточка что Google стоит закрыть все остальные проекты и сконцентрироваться на своем главном на Deno сервере 8888 так это как раз примерно Go вот я вам его и хочу показать у Go очень классно с JavaScript реализовано мне прям понравилось очень жаль что в Rust так не реализовали я готов сказать что в этом Go лучше так что может быть начать знакомство с WebAssembly как раз стоит с Go обращение к с с значениями из JavaScript осуществляется очень просто импортируете модуль Cisco JS у вас появляется глобальная в терминах JavaScript а глобальная переменная тут это просто имя модуля и дальше путем нехитрых манипуляций методами get call toString и тому подобное вы можете добыть практически люб добраться практически до любого API который существует в браузере это замечательно и это показывает именно готовность Go к WebAssembly по мне так это замечательно так в GSM ага тут вот что я вам хочу показать Go генерирует немножко больший по размеру как немножко сильно больший по размеру VASM модуль чем тот же Rust с VASM Bingen 2 почти 2,5 мегабайта это многовато для современного веба с другой стороны если на этом не написано ваше основное веб приложение а на этом реализованы только какие-то узкие места то вы это просто тихонечко в бэкграунде подгружаете он там себе кэшируется и никого не волнует больше ну и плюс если человек решил заняться допустим обработкой тяжелой фотографии или еще какой-нибудь трудозатратной операции я думаю он постарается чтобы у него был хороший коннект с интернетом а если он у него плохой то он и так об этом знает и смирится с этим вот код обертки который генерирует Go самостоятельно при компиляции в WebAssembly он также генерирует и файлик HTML который является entry point что ли так это вот все выглядит так чтобы еще показать бы а да я совсем забыл сказать что WebAssembly имеет текстовое представление сейчас я покажу так сначала мне нужно будет так это поворот туда вот это туда совсем растерялся так как вы думаете когда консоль винды научится запоминать команды как баш не удивляйтесь я действительно указываю таргет компиляции руками потому что к сожалению карга по-другому не умеет и это до сих пор нельзя прописать в конфигурационном файле проекта так что попробуйте стрелечкою вверх оно мало бы повернуть аппетит команду да отлично вообще а потому что я повышал пользы да супер спасибо вы кстати можете уже задавать вопросы если они у вас есть вопросы почему доклад такой тухлый не принимаются я стараюсь просто показать не можешь конечно это текстовое представление веб-ассембле он записывается я в самом начале говорил что веб-ассембле это бинарный формат бинарное представление абстрактного синтетического дерева в данном случае он имеет запись лиспообразную то есть как он записывается в общем-то с помощью с выражений которые являются основой языка программирования лиспообразной не основой а всем альфа и омега лиспо не вру все-таки омега это макросы такая запись удобна потому что вы пишете уже разобранный аст его поэтому интерпретаторы и лиспо пишутся на лабораторках на этом как бы и все задавайте вопросы могу анекдоты рассказать ребят я хочу напомнить что вы все намьете если вы хотите что-то сказать то размьет да там уже все подключались да я шучу давай так face to face все так стесняются или у нас просто плохо слышно не у вас слышно только вопросов немного ага вижу как насчет OpenGL не веб-ассемблер а веб-ассембли как бы это формат как бы ассемблер это некто исполняющий OpenGL веб-ассембли стараются работают хотят сделать прямой вызов но сейчас только через JavaScript насколько я знаю то есть в случае с Asm.js это было просто реализовать потому что это была та же самая исполняющая среда и прямой доступ к API ну как в случае с Go вы добраться до этих API в принципе можете у вас будет небольшой трейд-офф на запуск на на вызов то есть у вас вы не просто вызываете call веб-ассембл в тут имеется ввиду прямо еще и OpenGL значит OpenGL в браузере как такового нет веб-ассембл само собой не поддерживается потому что веб-ассембл не имеет доступа к железу без API то есть только API которая просовывается веб-ассембл имеют доступ к железу поэтому используется вместо OpenGL веб-джел который не сильно отличается просто это адаптация для браузера тех же самых API насчет вызова из допустим того же Go вы вызовете API веб-джел но понимаете что вам придется потратиться на на сериализацию и десериализацию данных там в основном общение насколько я помню происходит числовыми типами данных да там в основном константы числовые но там также используются и строки например для шейдеров шейдеры скармливаются в веб-джел в виде текста то есть в виде исходника поэтому придется потратиться на сериализацию строки в память и на десериализацию могу согласиться что это небольшой трейд-о потому что отображение строки в память недолго олег федоренко ждем твоего сообщения до сих пор